Полсотни жильцов проблемного жилого комплекса Махабат сегодня в очередной раз пришли просить встречи с генеральным прокурором. Еще в 2009 году, по словам людей, агрофирма Казэкспорт Астык предоставила им квартиры в аренду с возможностью последующего выкупа. В течение трех лет они оплачивали комуслуги, аренду сделали в квартирах ремонт. В этом году выяснилось, что прежний хозяин продал дом, причем вместе с жильцами. Новый владелец через суд требует освободить квартиры. Махабатовцы говорят, что стали жертвами мошенников. Госорганы, суды и полиция к этим доводам глухи. Мы пришли просить помощи у генерального прокурора. Согласны на аренду. Нам чужого не надо. Живем в десятером в одной квартире. Куда мы пойдем с малолетними детьми? Жилищный вопрос сплотил махабатовцев в организованную группу. Недавно они провели близ Астаны учения по обороне своего жилья на случай, если их придут выселять силы. Митинговали против многочисленных решений судов о выселении. И даже перекрывали дорогу у столичной прокуратуры, за что многие из них подверглись административным арестам и штрафам. Мы для этого готовы на всякие крайние меры. Также мы готовы, чтобы общество узнало, что творится в Астане. Если в Астане творятся именно такие неправомерные и незаконные действия со стороны сотрудников РОВД, ДВД, а также со стороны сотрудников генпрокуратуры, прокуратуры, то что ожидать в провинциях, скажем, в других областях, в маленьких городах и в селах. Три часа женщины и дети стояли в ожидании генпрокурора. Но ни господин Даулбаев, ни его замы к людям не вышли. Собравшиеся уже расходились. В этот момент журналисты радио «Азаттык» и корреспондентов «Московской правды», которые освещали несанкционированный пикет, задержали полицейские. По их словам, приказ о задержании отдали из прокуратуры. Спустя час журналистов отпустили.